В полуфинале, я думаю, что по идее должны были за первое место бороться, но так получилось, так распределилось, все Что, ловят Тимса и возможно это будет первая кровь, нет, немножко другие мысли на этот счет у Ку-Ку Он прям говорит, нет, просто так этого не будет, ну за Тимсом дальше бегут, Пак пытается навалить по спине И что, и Тимс в итоге выживает, Тимс в итоге спасен, спасает его тиммейт Ку-Ку Просто браво, отличная игра, Армел в центре на Тиме, а Ку-Ку пересел, как вы помните, на героя поддержки и играет в этом матче на Леона Не часто мы видим этого персонажа, в принципе он выпал, мягко говоря, из меты, но здесь Леон от команды Тинси В целом по составу, если пробежаться, Рейвен с Леоном у нас стоят в сложной линии, на центральной линии находится Армел И легкая линия у нас Сэм Эйч на Думе, и кого я забыл, я забыл уходившего на базу Элдер Титана, который там немного присел отдохнуть Что касается их соперников, коллектива Минески, то здесь Айс 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 стоит на паке Нинджо Буги неподалеку с Джабсом развлекаются, центральная линия Муш, кто бы мог подумать Ну и сложная линия на ландруиде А, прошу прощения, вот у нас Айс 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 на сложной линии, а здесь у нас Мун, да-да, здесь у нас Мун Всё, я уже запутался Просто как-то по героям, знаете ли, видишь пака, думаешь, хардлейн Думаешь, хардлейн, вспоминаешь Айс 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 у нас на ландруиде стоит Ну и чё, я ошибся, окей Ну что ж, небольшая стычка вверху намечается Подкоп от Леона Пустил дух Астрал, но зацепить Муна не удается Так, я смотрю в нижней части карты У нас файт намечается, нинджи буги А тут, сори, тут через деревья просто так не пройти Надо идти в обход, бросает Сюрикен Тоз И СМХ догорает Ну, даже то, что Куку сюда прилетел Это не помогло никак забрать Хотя бы Медведя в ответ И может погибать здесь, скорее всего, Куку Да, так и будет, он застревает в деревьях И вместе с Пандой доедает его Баунти Хантер Ну, в итоге, такой десерт получился в виде Леона Который, по идее, и прилетал туда под сейвить тиммейта Но это дополнительный фит Пока не все гладенько для команды ТНС Ну, мы видим, это и на золоте отражается В целом, вот просто пошел упадок В королевстве ТНС Винески делают пару удачных выходов ТНС хотят в центре подраться Но Армел, по-моему, перебыковал Даже если догонит он Муша Даже если сделает фраг на нем А он этого не сделает, как вы видите Уйдя отсюда живым, точно не получалось бы А агрессивное перемещение от Минески Активно двигается по карте Вчера что-то подобное мы наблюдали В WSG Но там, когда чувствуется разница потенциалов Когда команды, ну, объективно сильнее одна, чем другая Видно скорость перемещения Видно, как они в целом двигаются по карте Как они Так, это что там такое? Что-то за звук был только что Лол, это мне донатят? Спасибо большое Сижу на официальном канале Я надеюсь, у нас идет трансляция Сейчас я чекну еще раз, как все происходит Я просто Еще тот режиссер Ну-ка Так, подождите секунду, пожалуйста Да, вроде идет Вроде идет трансляция Единственный момент Я не поменял Короче, смотрите Засмчим сейчас Я поменяю название Трансляция Это немножко Странно все выглядит Давайте за лондруидом Потому что смч слишком мертвый У нас просто Уйма Всего сейчас происходит В мире киберспорта И на WSG Уехали все наши Протюни И В целом Получается все Вот так вот Немножко сумбурно WSG Параллельно еще ряд турниров И Короче, запуск Оказался слегка рандомным Так, TNC у нас Бахают против Против Минески Все, я понял А то я думаю Где люди? Почему не заходят? Так, ну и конечно же Название SLI League Invitational 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 Да, вроде все нормально По-моему все прям Так, кошерненько Все так и оставляем Уведомления удаляем Никаких уведомлений Все, обновить информацию Все, все, все Вроде все Да, напишите мне Пожалуйста в чат Кто-нибудь Я тут краем глаза Смотрю За чатом Картинка вроде бы идет Да, да, да Чувак, чувак Я знаю Дэд Картер Я знаю о чем ты говоришь По поводу уведомлений Трансляции Тут небольшая накладка В расписании Сложилась И И матч в итоге Стартанул на час Раньше положенного времени Поэтому Вот Такое собственно и случилось Так что Приношу извинения Еще раз перед Всеми кто Там Опоздает на первую Например На первую Бестов 3 Немножко Ну Выкручиваемся Как можно Ну все Реклама пошла в чат Пацаны Аккаунты Разбирают Продают Поэтому Все понятно Значит Стрим жив Ну что Ку-ку Поймали Захотят забрать его Брамбо Мейс Еще работает Очень трудно Уходить из Неприятных лап Этой феи Кстати Герой Фея Я вот недавно На датаке Вики Наткнулся И Музыка мешает Людям Я немножко Оставлю Она все таки Ну просто Не сидеть же в тишине Не своей Да В это время Файт в центральной линии Ку-ку забрали Ну и ку-ку точнее Ку-ку Армел и Тимс Смогли муши Забрать Удалось это сделать Ну и это третий фраг Уже для команды Тинси Чертяги просто разогнались Пока я Отвернулся на секундочку Разбираться с трансляцией Они уже делают Три убийства Да и умирали Сами И Понятное дело Тут где-то файты Проигрывали Но Потихоньку приходят в себя И Выходят В это время Вниз Забирать лон друида Я думаю Может это получиться Здесь Тинни Здесь Леон Айся-айся Копают Тинни уже здесь Насыпает Камни немножечко Летит сюда Фея Фея пока четвертого уровня Брамбл Мейз под ноги Но Фея может отправиться В Таверну Ну и уходит Уходит Фея В мир Волшебства И сказок Ее уже не зацепить В любом случае Лон друида забирает Тинси Отличный выход Прекрасная командная работа Получилась Такой сбалансированный И Сильный ганг Вышел от Команды Тинси Четвертый фраг Для них И Обратите внимание Что происходит После этого фрага Просто возвращаются В ноль Из полутора тысяч Выбираются И возвращаются На нулевую отметку А теперь можно Играть уже Рейвена Оставили Соляру Стоять Наверку Фармить Тинни у нас Тинни у нас Фраги Зарабатывает Понемножку Тинни вообще Находится На первой позиции Если че И Сэмэдж Тоже внизу Нисколько не проседает Так что у Тинси Все было Все было Весьма неплохо Даже фраги Которые на старте Там до десятой Минуты Отдавались Ну согласитесь Не самая критичная Вещь Картинка Я слышу Немного Проседает По кадрам Ну тут Сори Братцы Что есть То есть Вообще Поток Не от меня Должен был Исходить Я Как вам сказать Пришел На помощь Так что Извините Пока придется На первую карту По крайней мере Пользоваться Теми ресурсами Которыми я обладаю Я с вами Радушно Делюсь ими Вот Ну по картинке Больше наверное Ничего и не сделаю У меня там стоит 48 фпс И По моему 720p Точно стоит По идее Не должно проседать У меня просто Компьютер свежий Но не первой свежести Ну и опять же Я уже не буду сейчас Переставлять В потоковой Программе Что-либо Потому что Придется перезапускать Трансляцию Вы понимаете Это еще время Что Армел забирает В центральной линии Джабса Который решил тут Победокурить на феи Немножко И Видим что Все равно Держится Держится команда ТНС Все у них пока Работает Так До тупотиши Окей 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 Сейчас сделаю Общую громкость Голос Ну по идее По идее Где-то так Но это опять же Это все на глаз Делается Так не делается Ай Ладно Сложно Я у мамы Профессиональный режиссер Да вроде потише Сделал Доту Должно работать Да Так вот Теперь я точно возвращаюсь Я еще и звук Отслушал Ребят Ребят Ну звук Извините Мой домашний каст Примерно таким звуком Всегда и обладал Тут уже Не ко мне претензий Микрофон хороший Все Все работает Просто что Звуковуха По моему Хлам полный Но Сори Выход На нижнюю линию От команды Минески Планируется Я вижу тут Решил Баунтихантер Фея Все вместе Напасть внизу Но Баунтихантер Улетает Баха улетает И куда же ты улетел Что тебя так заинтересовало И вот так заинтересовала Центральная линия Нинджа Буги Очень хочет 6 уровень Говорит Без трека Жить не могу И это верно И это верно Чем раньше появится Трек у команды Минески Тем удобнее будет файт Тут даже дело Не в золоте Даже дело не в золоте А просто в знаниях Которые дается трек Тимса забирает внизу На ваших экранах Это жестокое убийство было Ну это все Так и должно было быть После 7 уровня Любой персонаж Если его в соло Начинает грызть медведь Он практически обречен Даже Ну после 5 Разумеется И Собственно Я забыл уже Даже о чем я говорил О чем же я говорил О чем же я говорил А Да По поводу треков Я говорил Что Баунтихантеру Нужен 6 уровень Просто чтобы знать Где находится Персонаж Туда спокойно Пускается медведь Туда можно Задувать Тому же Баку Прекрасно понимаете Где они стоят И врываться Ну что Кулдаун пошел Разрывается На кусочечки Драгонайт И тут даже Отправляется Фея Очень сильный прокаст В итоге получился Сейчас посмотрим По урону Кто что внес У нас Дум 1100 Да я смотрю Тинни тоже За 1000 перевалил Ну а гирокоптер Кулдаун Конечно выдал И 436 дэмэджи внес Но там уже Похороночка была После первой После первой же ракеты Которая упала На голову Команде Минески Держится Впереди ТНС Понемногу Набирают Свои уровни Но Минески Не сказать Что сильно Проседают Забрали Вышку Внизу Неплохие Одиночные Фраги Которые достаются Достаточно Таким важным Персонажем Ну и по сути Тащером Которые будут Эту игру На своих Плечах Вывозить Поэтому Я смотрю Драгонайт Не сильно страдает Да он в топ 5 Конечно Да он Отти не отстал Но с остальными Нормально соревнуются Не хуже дума По крайней мере Не сильно хуже Ой-ой-ой Нельзя говорить о персонаже Только я начинаю говорить о персонаже Персонаж отправляется В таверну Ну и Минус Драгонайт Вот теперь наверное Где-то он просядет По золотишку Если СМХ Еще и все это время С умом Проведет СМХ стоит перед крипа У него Это очень хорошо получается С 12 удара Он добивает Обычного лейн крипа Классная игра Классный СМХ Всех с праздником Так ну что СМХ На верхнюю линию Приходит У него дума нет Поэтому понятно Что Пак При любых раскладах Отсюда уходит Если только Не уснет Мун И Пак собственно Ретировался Из Верхней линии Погонят за нинджи буги Видят его Есть подкоп Это по-моему Даже без вижна Да делалось Ай жаль-жаль-жаль Надо было переключиться На глаза Команды Минески Но Ой на ТНС точнее Но это делалось Без вижна Ракета прилетела Было понятно Местоположение его И просто На слепом Забрали Игроки ТНС Загулявшего Баунти Хантера Ну Извините Не сориентировался Так-то я могу Все это да По-моему Вот это вижн команды Радиент А вот это вижн команды Да Да Прыжок на Тимсы Тимсы заберут Сетка также висит на нем Тимс старается убежать Но там уже висит Дримкоил В любом случае Далеко ты не убежишь Медведь начинает грызть В себя пришел Айс-Айс-Айс И просто Отгоняет Армела Отгоняет его И медведь становится Очень сильной И неприятной Занозой 16-ая минута Друзья Прошу заметить Через Каких-то несчастных 1300 золота У медведя появится Рэдинс И вот тогда Все линии будут В напряжении Да Можно сказать Что это плюс Для гирокоптера Гирокоптер будет Больше фармить Все будут Крепче Китти на него Но с другой стороны Не знаю Это очень относительный Плюс Потому как Медведь может Просто вас В покое не оставить Медведь Который идет Через своего сумона Который идет Через доминатор Айс-Айс-Айс Почти на всех героях В сложной линии Идет через доминатор Это чуть ли не Родоначальник Тех же доминаторов На Дарксире На Магнусе Доминатор Собирал этот Великолепный Не побоюсь этого слова Исполнитель Да У Спиритбера Уже имеется Сакрид Релик В это время На верхнюю линию Уходят ТНС Решили Умыкнуть Немножечко Локаций Пока Время Позволяет Здесь подраться Пока время Позволяет Просто подпушить Медведи Пытаются забрать И удается это сделать 300 единиц Золота Я не обратил Внимание Кто получил Но в целом Достаточно Хороший Буст За эту драку Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Надо выйти из друзей Такие люди Заходят Сейчас Одну секундочку Конечно же Я не в сети Я просто так часто Хостом являюсь Так часто От меня идет поток Что Я тут как первый раз Каждый раз Удивляюсь Что Ой-ой-ой Не вышел из стима Ой-ой-ой Звук не так поставил О боже Боже мой Как говорит Один известный комментатор Бог охоже Мой Я же там Звук доты Не подровнял Вроде все Вроде уже наладилось Я еще параллельно чатик Посматриваю Что вы там Написываете Но Держу Как бы В курсе вас Да Вот Вот Нео 54213 Пишет Такое чувство Вы Дмитрий Микро подключили В дешевую материнку Со встроенной Звуковухой А Материнка Не дешевая Безусловно Микро Хороший Ну Микро Зенхайзер Один из Игровых Ну то есть Это гарнитура Но Эта гарнитура Не должна Такой помойный звук Выдавать Который у меня Сейчас имеется Но У меня есть подозрение Так Куда Туда Туда ли ты Влетел Братик Пак тут Просто Появился Среди 4 героев И На этом Закончился Пак Да Но Звуковая Карта Она по моему Дефолтная Базовая Стоит Вряд ли Там материнка Со звуковой Потому что Материнка Ею в руках Держал Там ничего Не было Кроме Дальнейших кастов дома Я просто обновлю Этот продукт И будет но Чуть позже Придет Роман Каспер Лепехин Разбавит Немного Атмосферу Моего прекрасного Каста И Вы хоть Хотя бы Отдыхать будете На нем У него звук Немножко получше Хотя микрофон Такой же Как у меня Ну значит Очевидно Дело не в микрофоне Значит Все дело в железе Ну что ТНС Одна тысяча Преимущества Они не хотят Дальше выходить Ой-ой-ой-ой-ой Бедный муж Ну опять Находят его здесь Опять Великого игрока Прекрасного капитана Стирают с лица земли Еще и просветили Нинджабуки Прыгает пак Но было бы продолжение Успеет ли медведь Использовать Савидж Рор Медведи отправляют В Хекс Ну это все Это просто Великолепно сейчас Было от команды ТНС Ку-ку Спасает всю команду Он пересаживается На саппорта Еще раз напоминаю И Рассказываю почему Собственно Я думаю все понимают Но вдруг есть такие Которые в доту Зашли позавчера Как я По Дрим Койл Бежал медведь С одной простой целью Дать Савидж Рор Распугать всех Порвать связь Дрим Койл Сразу после этого Дарк Виллоу Использовала Терра Райс Тоже с этой целью Но Фишка в том Что это обычный Ультимейт пака Пак Без Аганима Поэтому Этот ультимейт Долго не действует Так Дум в это время Я смотрю Кого-то там А на кого Дум Выдал Дум Прошу прощения Мы видели На кого Сэмэйдж Выдал Ультимейт Видимо На кого-то Из скрипов Судя потому Что Рофлит Айс 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 Ну Не знаю Теперь Не должны Просто минуту Двадцать Пушить Минески Ну как-то Какий-нибудь Какой-то Фейерплей Должен присутствовать Да Это очень странно Просто я тоже удивился Немножко от звука Так вот Да Так это и работает В итоге Раньше это Через одного медведя Сейчас еще и фей Появилась Чудесный герой Который Своим террорайзом Может из-под Дримкойла Выгонять Разрывать связь Наносить урон Оглушение Ну Все вот эти плюшки Которые В Дримкойле есть Я не буду вам их перечислять Говорю я Сам уже все перечислил Центральная линия То есть Команда ТНС По нижней Тем временем Двигается Мун Немного подпушивает Уже для инициирования Все имеется На 20 минуте Почти есть Еул В общем-то Надо просто пойти его купить Может даже и есть Еул уже Да Есть уже рецепт У него уже Тысяча сверху Накопилось Армела видят Армел потратил Только что Эвален Сейчас тратит ТОС Выбрасывает Нинджа Буги На Муна И дальше за Армелом Но Не отпустит его Медведь уже здесь Есть также оглушение от Моши Вовремя приходит Титан Тимс Просто браво Уходит в невидимость Тини Если вы его сейчас отпустите Вы не команда Нет, не отпустят Конечно Так быть не может Его не отпускают Есть Даже если не было бы Вижена Там не было бы Просветки Не было бы трека Например Медведь Я думаю При таком количестве ХП Просто дожег бы Тини Ну что Это фраг под треком Тут даже два Успел бросить 844 монеты За кусок камня Согласитесь Неплохой курс С учетом треков Для команды Минески Ну Теперь мы переходим В такую стадию Где потенциально Хорошо выигрывать драки Тут не только Вижен Там позиционирование Неплохо и выигрывать драки Неплохо зарабатывать золото У вас герои достаточно боевые У вас Бирд сейчас Много бед наносит Вносит У вас есть комбинация По Дарк Виллоу Которую я говорил Пак плюс Дарк Виллоу По моему Очень даже рабочие Ну по крайней мере В плане контроля Ну и у вас есть Такие тащеры Как Лон Друид И Драгон Найт Которые могут убивать Самостоятельно Пускай больше танковать Наверное может ДК Но Лон Друид Свой дэмэдж вносит Даже при наличии Минимум артефактов Минимум артефактов Максимум суммонов Решает Айс 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 И ему это удается Что там по команде Тин Сич Что вообще По перспективам Планам Гирокоптер Ультра дефолт Ультра метовый Персонаж В исполнении Рэйвена Одного наверное Из самых сильных Керри Самых Да Самых сильных Я думаю Керри На юго-восточно-азиатской Сцене Стабильно выступающим Уже очень много Долгое время За один коллектив Так вот Рэйвен У нас Есть Масков Куэнтес Есть Сэн Джин Яша Дальше собирает себе Блэк Кинг Бар Пока Пак не соберет Аганим Ахахахаха Охо Вот о чем речь Ну собственно Не просто так Да я Рассказывал вам О том что Не сработала комбинация Через Терра Райса И Медведя Потому что Ну извините Аганима нет А тут Пак просто Рашит Аганим И Реально не побоюсь этого слова Если Пак после Даггера и Иулла Собирает Аганим То он его рашит Нет никаких промежуточных Айтемов Нет там Дополнительных Каких-то штук Там нет Пускай там Сейчас уже отказались Но сам факт Нет Вейла у Пака Еще там Куча Вещей Которые могут Помочь Паку в жизни Там Линкин Сфер Прочего Прочего Нужен Аганим На команду Безусловно Понятно Потом уже Хексы Потом там Дагоны Тут что тебе надо Будет Я не удивлюсь Если мы может Реально увидим Дагон Этериал В итоге от Пака Например Разбираться с такими Персонажами Как Леон Хлипенькими Потому что Под периодический Урон от Медведя Влетит Рассказ Пака И Леон Должен умирать Так вот Дальше по персонажам Поехали Дум Хочет себе Собрать Блэкинг Бар Имеет Право Конечно на это Есть уже у Дума Даггер И есть Барабаны Мы так любим Дешевые драмы Элдер Титан Почти купил Родов Фейтас Уже И Тинни 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 На пороге к Сильвер Эйджу У него в принципе Есть стартовые артефакты Достаточно мощные То есть Берст Дэмэдж От Тинни залетает Это Эвеланд Штос Это два удара И мы понимаем Да что Понятно Тут Стрегрэб Это очень мощно Смотрится Ну что пора лететь Тинни в центральную линию Тинни прилетает Сюда полетело бревно Съедают ку-ку Повторюсь Герой очень мягкий Если герой встревает То спасти его Просто-напросто нечем Только Контринициированием Но даже Контринициирование Спасает Тинни от Там периодического урона Либо заранее Вкастованного Брамбл Мейс Либо заранее Там Прожатого Драгонайт Стана По нему То есть Даже сплы Которые призваны На контроль И вносят Какую-то толику Дэмэджа Они опасны Для Леона Может поэтому Я не особо аналитик Я плей-бай-плей Кастер Но Я думаю Что Это все-таки Этим Фактом Руководствуются Игроки Когда пикают Либо же наоборот Не пикают Такого персонажа Как Леон Герой классный Безусловно Но у героя Как такового Нет эскейпа Герой Как таковой Как инициатор Тоже Очень сомнителен По одной простой причине Потому что Прыгаешь Ловишь какой-то Какой-нибудь Автостан От Драгонайта И Все На этом ты закончился На этом Твоя песня Света Дэмэдж Ну извините Такой дэмэдж Вносит И не только Леон Вот Ну В целом Есть персонажи По аналогии С Леоном Но стадию трафта Конечно же Мы пропустили Конечно же Из-за вас Не из-за меня же И Я думаю Что там были варианты То есть Герой с таким же Контрольно Тут же Шадоу Шаман Ну вот Медленно Просто медленно Все получается У Леона Подкоп По паку Это практически Невозможно А Начинать с Хекса Ну надо добраться Еще до Хекса До пака Я имею ввиду Чтобы разумный Хекс выдать Так что да Я думаю Там голову ломали Себе между Шадоу Шаманом И Леоном И выбрали Леона Просто потому что Шадоу Шаман был в бане Я почти уверен Сорри Я не видел Может кто видел Расскажите Как же вы могли Это видеть Никак Верно Ну что ж Пока зажались У себя на базе И обратите Внимание На сколько же Равная у нас игра Посмотрите на эту Кардиограмму Человека С проблемами Все Конечно Колеблется Но недалеко От центра Тысячу несчастную Выигрывает Команда Минески И графики Просто вверх-вниз Вверх-вниз Скачут Ну и ТНС 2000 по опыту Ну тоже Это не самый Солидный показатель На 27 минуте Стоит заметить Ждут Пока ждут Это гонка вооружения Я по другому Это никак не назову Здесь Медведь Подпушивает Отправляет Медвежонку У того уже есть Кираса В дополнение К Радианс У того уже По артефактам Всего предостаточно Мы видим Что Медведь там Ну всего очень много Фейсбудс Кираса Радианс Этого много На 27 минуте Медведь у нас Возглавляет Список Форбс Данной игры У него уже 16300 Поэтому идут Потихоньку Отпускают Медведя по линиям Держат в напряжении Ну то что в принципе Предполагалось Я говорил Да это неплохо Для того же Рейвена Который будет отпушивать Герои все таки В этой стадии игры Уже зависим от артефактов Короче Нужны слоты Если сразу он с магией Легко справляется За счет магии То сейчас конечно Рейвен уже С лота зависим Но Я думаю просто Что этот Медвежонок Рано или поздно Да-да-да Я думаю что этот Медвежонок Просто рано или поздно Может Где-то под шумок Вместе со своим Хозяином Просто зайти И сломать Одной сторон Это вполне Реальный сценарий Прыгает Пак Дает ультимейт На СМХ А у Пака есть Аганим СМХ не очень хочет Выходить из-под Дримкоила И он выходит Из-под Дримкоила Стоит в оглушении Приходит Муш И тем временем Колдаун от Гирокоптера Но в БКБ Со спины Подходит сам Гирокоптер И вот это очень опасно СМХ все еще живет Он включил Скорки Тверса Выживает В итоге в этой драке Прям удивительно Просто удивительно Ну и размен получился Три в два Выкупается Леон Выкупился также Баунти Хантер После байбека Приходит сюда Но должны гнать ТНС Они не должны такое прощать Дум восстанавливает себе Показатели здоровья Будет ли дальше прыгать Тинни Да он прыгает Он прыгает Но нет детекшена Извините Детекшена нет Есть детекшен Только на Баунти Хантера И на него Собственно Приседает Гирокоптер И это в итоге В итоге это минус 4 С учетом того Что выкупался В этой драке Баунти Хантер Мы видим что это Минус 4 И Ну покажет там Только одного Баунти Хантера Но Мы все прекрасно помним ТНС Драку Придели Приняли ее достойно Даже при наличии Блэкинг Бара Мы видим что Трудности все таки Случаются Аганим У Пака Это Это ультраполезно Для вашей комбинации Они под этот Аганим Естественно Не все сделали Да Они не смогли Использовать Все что надо было В частности Там Террорайз Либо же Светшрор Рутлон Друида Но контроль все равно Выдается Я думаю Просто более удачные Стечения обстоятельств Увидим мы массовые Станы За счет разрыва Связи с Дрим Койлом И Немножко Поменяется ситуация Здесь зацепили Одного Дума Дум был под землей Дум при этом Включил Блэкинг Бар То есть сбросил Себя Сайл Включил землю Включил себе Дикую регенерацию А дальше Она будет Еще Более Ой Прошу прощения Да Все уже Все 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 У него уже все есть Необходимо Плюс 10 К лечению От Скорти Китероса Но в целом Дум у нас Регенерирует Какие-то шальные Показатели Лечение По 40 40 в секунду Ну кайф И талант И в целом Эта способность Достаточно крутая Показатель Есть Дримкоил Дум включает БКБ Но Дум должен знать Что там есть Аганим Правда не включает БКБ Тимс По одной простой причине У него нет Блэкинг Бар СМЭЧ опять забывает Что там есть Аганим Они или не прокликивают Или просто не хотят Стоять вот такими Молотками Как Драгонайт И Лондруид Возможно Леона должны забирать Вот собственно Подтверждение моих слов Если персонажа бьют Он не жилец Если он нападает Он конечно крутой Серьезный и агрессивный Но если на него Нападают Лучше этого не делать Ну что Дум после байбэка Возвращается в драку Ловит Сайленса БКБ Ты не восстановился? Родной Куда ты пришел Дум После выкупа Сэм Эйч Отправляется На базу 67 секунд Его не будет Он так и не выдал Свою ультимативную Он вообще ничего В этой драке Не смог сделать А ребята из Минески Потеряли фею И потеряли Потеряли Баунти Хантера Окей Вот это потери В итоге Медведь Вместе с Драгонайтом И Паком Просто разгрызают Т2 вышку Но это уже Неприятности для Тин Си Это уже прям Чувствуется Как бы хорошо Гирокоптер Не фармил Вместе с Тинником В драке Ну мягко говоря Не все удается Гирич 20 уровень Уже зарабатывает Берет себе Плюс 50 К скорости Передвижения Такой удачный На самом деле Талант Неплохой Для него По моему Свен Таким же Обладает Часто выбирается И Фальвар Лорд Кажется Ну это удобно Это удобно Для героя Особенно Который собирается Во все Я это называю Сборка Во все на свете То есть тебе И сила И ловкость И немножко брони И чуть-чуть Хитпоинтов И чуть-чуть Урона И при этом Немножечко Скорости Передвижения Скорости Атаки Немножечко И вся Вот эта Ерунда Собирает В итоге Машину Это как Я не знаю Это как В старом Варкрафте Покупать Книжки Плюс 1 Ко всем Атрибутам Просто Закупать На все Деньги Эти книжки Еще мем Какой-то был Типа Что это за игра Что за дота Где здесь Книги покупать Ну это вот Как раз Олдскульная тема С этой покупкой Книги Плюс 1 Ко всем атрибутам Ой простите Я водичку выпил Так По центральной линии Опять гуляет Тимс Что хочет Тимс Кроме того Как умереть Да хочет Такой же уровень Как у Леона Хотя бы У него 14 Пока Леон уже 16 уровень У нас Леон уже И зарабатывает Начал Более-менее Потому что После 15 Имеет 120 золота В минуту А в это время Забирают Тини Обидно Обидно Армелу Дали Центральную линию Дали Хороший фарм Че ты спрашивается Гуляешь В соло И раздаешь Фраги Ну вы видите Да Количество Использованного На тине 15001 1280 Другой Не постеснялись Поставили Дримкоил Трек выдали На тинник Потом еще и обновили Чтобы не скучно Было Дум На Драгонайта После того Как тот уже В форме Да Хочется остановить его Хочется внести Дэмэдж Есть очень много критики Мы об этом позже поговорим Но и в итоге Забирают Драгонайта И забирают Лондруида Так вот Чуть попозже Подтянется парень Мой коллега Роман Каспер Лепехин Который криком Кричит Когда Дум Выдается на Драгонайта Который уже в форме Я являюсь сторонником Немного другой Теории И все таки Поддерживаю Данную вещь Потому как Драгонайт Выписывает Очень и очень Неприятный Стан И оглушение На 3.25 Оно реально ощутимо Оно еще Из большого расстояния Оно еще Моментально Кастуется То есть От такой вещи Хрену вернешься И Ну и плюс урон Плюс урон В конце концов Периодический урон Плюс Берст Который имеется У команды ТНС Все это надо Выдавать По Драгонайту Хотя бы Как-то нивелировать Его регенерацию Чокнутую Поэтому Ну вы видели Забрали ДК Там просто ситуация Где Каспер горит То есть Любая ситуация В жизни Любая ситуация В которой Тогда ситуация В которой горел Каспер Там не забирали В итоге ДК Тут все таки Факт убийства Он немного оправдывает Данную историю Ну и осмысленно Все смотрится В итоге ДК ничего и не сделал Кроме как форму Свою прожал Прожал форму Немножко впитал в себя урона Отправился К праотцам К матери драконов По нижней линии идет Команда ТНС А я в это время Читаю чат Так что пишите У вас есть Три секунды Чтобы написать мне в чат 20-19 Продолжается игра Следующая драка Назревает Блэкинг Бар Включил Гирокоптер В это время В спину залетает Роган Найт Расстреливает Дума У Дума нет еще Ультимейта 20 секунд Думу надо в любом случае Переживать эту драку В итоге В итоге Забрали двух саппортов Игроки команды Минески Но уже потеряли Муна Дальше за Гирокоптером У него есть Аегис Не будем забывать И сгорает в это время Еще и Баунти Хантер Рядом с Думом Был там Скёрки Трост Продолжал действовать Гирокоптера поймали Это Брамбл Мейз На нем Это огромнейший урон Дарквилл Благодаря Бедламу Лютейшей способности Ну и ищут Ищут дальше Рыщут по лесам Пытаются найти Кто же Где спрятался Армел ушел отсюда И Дум ушел На телепорте Драка выиграна Команда Минески Выграно С ощутимым Превосходством 4 трека успел Разбросить В этой Ситуации Нинджа Буги И Мы видим Что в целом В целом Уже как-то Более грозно Смотрится Команда Минески При удачном Ультимейте При удачных Раскастовках Там через Саведж Рор И Террорайз При удачном Бедламе Который тоже Часто мы наблюдали Медведя Должны забрать У Лондруида Пока нет Дополнительного И через 15 минут Только появится Секунд Появится Следующий Что мне в чате написали Я что Нави сказал В какой-то ситуации Для Нави Вообще С чего бы можно Нави вспоминать Здесь Суя Хотя есть теория Что в любой разговор Дотеров рано или поздно Приходит к Нави Как теория С одним диктатором Который упоминается Рано или поздно В любом разговоре По моему Нет По моему Ничего такого Не говорил Ну Если говорил То понятно Оговорился Ну что ж Нижняя сторона Забрали Лондруида Движется Дальше Их как-то Смущает Немножечко Т1 вышка Драка Все в том же месте Немножко Попозже Только Тимса Сразу же забирают Так же Сразу же Забирает Леона Ну вот она Пара саппортов Которая просто Разваливается На старте Которая просто Не живет Нет эскейпа Нет возможности Переживать Любой врыв У Леона Удивительно Просто что Леон еще дольше Чем Элдер Титан Живет Но сам факт Два эти персонажи Просто отлетают Ну и Драгонайт Вот он Драгонайт На которого не выдается Сразу Дум Который успевает Использовать форму Хотя вроде все есть Есть Блинк Даггер Да Ворвался Дал форму Дал Дум в Драгонайт Либо дал Дум в паком Забирайте его Я думаю даже ДК Стоит заткнуть Потому что ДК В форме Сейчас смотрится На самом деле Очень хорошо Персонажа 200 урона У персонажа Скоро появится Серьезный слот Также на дэмэдж Я говорю О Мьолнире Собирает себе Муши И ДК Начнет Доставлять Куда больше Неприятностей Плюс не будем Забывать сплэш Вот этого героя Ну короче Че я описываю вам Сильные стороны ДК Если они известны И описаны в самом Описании героев В общем то ДК по хорошему Надо затыкать Желательно Думом это делать Потенциально Я просто не вижу В кого Дум более Приятен В пака Ну Не знаю Пака убивают и так Пака и так Могут с ним справиться При удобном случае Не знаю Муши в последней Как-то в последней фазе игры Все опаснее и опаснее смотрятся Ну и понятно Медведь Понятно Медведь Но Там думом Одним не справишься С медведем А что там сам Лон Друид Хочет ли собирать Да он хочет собирать И И ССС уже собирает Аганим себе Делает молодым Независимым И это называю Вывести медведя в люди Чтобы он уже самостоятельно И жизнью жил Трек Раздается Нинджи Буги Ну Все это видел И контролировал Прекрасно Рейвен Он все это понимает Подпушивал Нижнюю линию Медведь Улетает С Лайна Ну так и будет происходить Так и будет происходить Скоро медведь Будет еще и бить Руками И гораздо быстрее Пушит в сторону Ну и Я эти опасения Высказывал Давным-давно Я говорю Ну Было у меня подозрение Что Лон Друид От Айса Айса Просто вас не прости Он из Умоны И не дай бог Где-то завяжется драка Что медведя не будет в ней Он в это время будет пушить Он может и не прилетать В драку На самом деле Тут В комбин Так Дум Выдается в Драгонайт А вот это уже хорошо Цепляю Драгонайт И тот моментально Погибает И Ничего вообще не успел сделать Кроме как взлететь на Тосе И приземлиться со сломанным Позвоночником Ну и Баунти Хантер Стоит здесь Немодж в него не влетает Довольный Нинджа Буги Должен уходить отсюда Да каким-то Диким образом Забрали Леона Казалось бы Как вообще убить этого героя Он же просто бессмертный Ну и забирают еще и Пака И вот по поводу Пака Паку не обязательно выдавать Дум Потому как Пакам можно забить Просто мокрым полотенцем Бедный Пак не переживает Рассказ Тормела Тот с ним справляется У Пака У несчастного 2000 хп На 41 минуте И не очень тут сильно Пак Смотрится Против Рейвена Против Армела То есть просто сбросится По рассказу Так вот Леон Леон Вот как-то стоял Ну как обычно Стоял где-то рядом Кто-то локтем зацепил Леон умер Вся игра Этого персонажа Очень мало импакта Уже удается сейчас внести Я думаю тут все-таки Мы ждем и верим Да будет подкоп по четверым И Хекс в нужного персонажа И все это успеется сделать Вся Но пока не успевается Есть Аганим У Лоан Друида Игра приобретает Немного другой оборот Теперь Медведь Будет Сам по себе И Вот эта линия На которую уже потеряли Т3 Вот эта линия Которую уже подпушил Медведь практически В соло Это просто Сумон и Радианс Ну и конечно же Катапульта Вот Айс 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 Это прям Дефолтная вещь Он Очень часто Доминатор тратит Именно на Катапульту Так вот Все Т3 вышка упала И чем занимается Катапульта Да она уже грызет Шрайн Нижний Она уже занимается Убийством Святыни И сами Минески Сюда под шумок Подтягиваются Вижен есть Все известно Нинджа Буги Препрошу прощения Могут забрать Дума И Дума должны забирать Есть стан по Думу Трек также висит На нем Дум Разваливается Пришел забрать Катапульту в соло Я немножко удивлен Он Ти не врывается Тут поэтапно Решили драться ТНС Врываются и другие Серьезные ребята Под Блэкинг Баром Да под Рим Койлом Но пока Связь не разрывают Только сейчас Гирокоптер разорвал связь И На Эти секунды Собственно их хватило Чтобы ушел ДК Отсюда ДК Использует невидимость Валет отсюда Фею тем временем забрали Но драку В Истоге выиграли Но это через Байбэк Дума Это очень дорого Это очень дорого И с учетом того Что вы забрали Двух саппортов Вы забрали Двух саппортов Сейчас я краешком глаза Посмотрю Защитили ли Шрайн Нет не защитили Шрайн Забрали двух саппортов И сделали Байбэк на Думе Который Твою ж налево На две тысячи Просел Дум В этой драке Вот спрашиваться Оно ему надо было Вот реально Нужен ли тебе был Так этот шрайн Вот просто в глаза В глаза мне посмотри И скажи Нужен ли был тебе Этот шрайн Оо стыдно Глаза за Рошана Прячет Не нужен Говорит Батя прости Да Забирают второго Рошана Игроки ТНС Сырок Аегис Ну это по-моему Второй Да Я не думаю Что там Я как-то Проворонить успел бы Рошана Да Второй Второй Рошан Аегис Опять же У Кирокоптера Сыр дает Думу Ну вот в таких ситуациях Где Ты умираешь В чистом поле Генерация Дум был в каком-то контроле И Дум не успел использовать Сырок Очень сложно было это делать Или его из Тана Так и не выпустили В любом случае Рейвена После Аегиса Тоже забираю Драка мне очень сильно напоминает Драку Вот здесь возле Т1 Со стороны Дайер Хотя все еще живет Рейвен Неплохой стом Получился от Тимса Но это все до поры до времени Тимс В итоге Переворачивает Драку Он-то Я хотел сказать Постоят игроки Минески Какое-то время А потом подумал Что постоят реально до поры до времени Потому что там уже Три грэпы Я просто хочу урон посмотреть Который внес Тини В финале 3.700 в финале И Гирокоптер 6.200 В итоге по драке внес Три Рокет Береджа Было вкастовано Четыре ракеты Блэкинг Бары Ну что Драку выигрывают Драку выигрывают Байбэк от Лондруида Не хотелось бы Но надо Лондруид отправляет Мишку вперед Чтобы Тинника От Хотя бы отогнать отсюда Понятно Забрать это не очень удобно И инвиз есть у Тини И детекшена особо нет Поворал немного Лондруид Ну что В итоге На один байбэк Только Тинни Спровоцировали своих врагов Тини пошел забирать Вышку внизу Пора уже Пора Потому как Любые драки Команды Тинни Они здесь были провальны По одной простой причине Сюда идут телепорты На эту вышку И Вот отсюда Собственно Армия Команды Минески Идет на голову Команды Тинси Ну и Вот Тинси И проигрывали драку за дракой Но на своих позициях Мы видим Перевернули Причем перевернули Очень удачно Все прям Здорово Тут благодаря Тинсу Он отлетел Понятное дело Там В предыдущих драках Но здесь Все достаточно Грамотно и качественно И вот этих Миллисекунд Которые Дополнительно были даны Гирокоптеру и Тини Мы видели В какой лютый Бешеный урон Это все перерастает Тини с тригрэбом И саблей Безусловно Гирокоптер Который Флагкенон Нонстоп Кастует Так Леон Выдает фугу С кастом Нинджабуги Но этого уже Не хватает А вот и вся Фишечка Вот и вся Фишечка Леона У нас Фишки От Леона А Сорок седьмая минута Сорок восьмая Даже идет Леон Делает фулл Прокаст Саппорта Команды соперника И не убивает его Забирает кое-как Половину хитпоинтов Но это уже Это даже не смотрится Просто совершенно Не смотрится И сейчас Ну контроль Наверное От Леона Это все что Может быть Полезного Но пока Я думаю В драке Он все так же Будет отлетать Ну Еще раз повторюсь Герой Который по-моему Теряет актуальность Со временем Прилетает сюда Гирокоптер Поймали беднягу И после хекса Гирокоптер Сразу отправляется В таверну Ну здесь уже Не прощает Пак Хекс по-моему Тогда и на дума Был Сейчас Видим на гирокоптера Все это дело Дримкуэл Пак Потратил Да потратил Вытолкнули вперед Тини Связь по-моему Была разорвана Но уже очень далеко Был Тини Так что все было Норм Гирокоптер выкупается Но это задача Минески была Заставить его Байбэкнуться Удалось это сделать И справились Справились Ну что Хотят Чтобы я байбэки Включил Господа Но Окей Включу Но Что это вам дает У Леона есть байбэк Есть байбэк у Пака Есть байбэк у Тимса И Армел Ну и Только что выкупался Гирокоптер В общем то Основные ребята С байбэками Минус 75 Секунд Сплиттер Что говорит нам о том Что 25 секунд Кулдаун На ультимейте Тимса Добрался Ну и в каждой драке Будет этот ультимейт А я думаю Будут драки Где и не один Такой ультимейт Будет От Тимса Леон вроде Золото получает И прирост Неплохой Плюс 120 в минуту Но Сказать что Куку как то Купается в этом золоте Я не могу Правда На даггер Форстав Какими то там Правдами неправдами Наковырял себя Писается дума Близок Уже к 25 СМИЧ Тут Решит уже Что хочет Клифф Или Инфернал Блейд Процентный Ну что ж Ниджи Боги Видел По моему Нет не видел Не видел Армада Тут был в невидимости В деревьях Сложно рассмотреть Ну Скаутит Как то территорию Пока Минески Пытается найти кого то Здесь уже дрались И драки были неплохие Через дума Начинали И здесь дрались Тут думам Как и начинали Так и заканчивали Ну игра Обратите внимание Насколько такая Серьезная И ожесточенная У нас игра 3к разницы 3 фрага разницы 50 минут сыграно Графики Скачут как сумасшедшие Но графики Всегда колеблется Просто вокруг Центральной оси Нет доминации Ни с одной стороны Ни с другой Ой Драка может быть Весьма Весьма удачная Пак Отправляет его в Хекс Леон здесь Своё дело сделал Просто браво Моментальный Хекс Побегу дальше За Ниджабуги Попытаются забрать его Да Ниджабуги Должны забирать Но здесь Проблема номер 2 Это Драгонайт Смогут ли забрать его Клдаун от Гирокоптера ДК Выталкивают Под кулдауна Сплитер И лопается Драгонайт Спасибо Тимсу за это И должны Цеплять так же Лон Друида Его добивают Ракетой Пак Хотят его остановить Пак использует Элизари Орб Поднимает его В Юл Пак не уходит В Элизари Орб Прячется Пак Стомп Всё по таймингу Всё получается Минус 5 От команды ТНС И 4 фрага На этот раз Делает Рейвен Ну и что Смотрим итоги боя По итогам боя Снова Какой-то Ультимативный Дэмэдж От Гирокоптера 7200 Внёс этот парень Выдал 4 Рокетберджи 4 ракеты Да Тут Тинни Тут немножко Наковырял Ну и конечно же Элдер Титан Который Если Всё-таки Вы нападаете Очень-очень полезен Тоже герой Не самый прочный Но вот В продолжении атаки Либо в инициировании атаки Этот парень Смотрится роскошно Но вы видите Показатели байбеков Есть только у ДК И у Фея Ну и с одной стороны Не хотелось Хотелось бы Как-то сторону Засейвить Но вот байбекнется ДК У него 32 секунды Ещё не будет Ультимативной способности Он Не задефит Ну надо что-то делать Решили Да Решили Потому что на Т4 Пошли ТНС Они поняли Если центральная сторона Вас не провоцирует Байбекаться Окей Мы пойдём Ваш трон Какими-то Я думаю Такими средствами Ты любого заставишь Выкупиться Гирокоптер Тем временем Приносит Себе Сатаник Выложил ПТ Гирокоптер 25 уровня Бабочка Есть Скорость бега И так шикарная Гирокоптер На 60 единиц Скорость бега Выше Чем у Чем Не знаю Чем у Нинджабуги Который С тапком И Под треками Забирают Нинджабуги Вспомнил я его Добрым словом Нинджабуги Отправляется В таверну Ну Дождались Пока у форма Откатилась У ДК Но ДК Пока стоит Поодаль Не хочет подходить сюда Драгонайт Планирует Трапиру собрать Вот все это дело Две стороны Потеряли В итоге Игроки Команды Минески Так и должно Было быть И вот Скачок Графиков Скачок Вверх Только Только Выигрывали Там 4000 Начали выигрывать Минески Обратите внимание Графики Просто улетают Вверх Удачная драка Забранные Две стороны Ну и понимаем Что сейчас Тиньси конечно На коне И Какие-то Надо ультимативные Вещи Минески Чтобы все это Переворачивать Опять где-то Зафокусить Быстро Дума Либо же Гирокоптера Уничтожить Максимально быстро Но это уже Не очень просто Сделать Есть промахи У Гирокоптера Есть у Гирокоптера Блэкинг Бар У него есть Сатаник То есть он Комбэкается В драку Практически При любом раскладе Тинь я смотрю Приобрел себе Манки Кинг Бар Против 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 Радианса Медведя конечно же Я просто Интересно было Есть ли что-то Дополнительное На уворотики По-моему Собственно Ничего 150 золота в минуту Я смотрю Так же ДК взял себе Ну может себе позволить Чего бы нет Плюс 40 силе К тому же 4300 ДК Ну рапиру Можно собирать На самом деле Можешь и выжить Так у нас есть Такие лютые Врывчики От Ку-Ку Чуть было Ку-Ку Сам не погиб Ну что Это еще один Рошан Менески хотели бы Подраться за него Но не совсем понятно Куда лететь Как видите Здесь когда-то Стоял Шрайн Не просто так Его здесь нет Тинцы знали Куда заходят Ну и Выйти с базы Просто практически Невозможно Медведь старается Отпушивать Но Это пока не очень Хорошо удается Леон По центре Вардом гуляет Леон И Апсерфар Тоже увидели Ну Пак знает Пак знает Где кто находится Это знает И Драгонайт Но Драгонайт Кровь бизнесу Нужен Этот чудный артефакт Под названием Дивайн Рапир Он прям Прям очень нужен Я думаю Можно даже барабаны Сливать В такой ситуации Просто максимум Пытается извлечь ДК Ну и Не хотят Естественно Давать это Ему Тинцы Тинцы ломают Шрайн Тинцы не дают Возможность Как-то зайти в спину В случае Если На Т2 Пойдут ДК Лети отсюда Родной Где твой телепорт Что не так С тобой Муши Плиз Да Выкладывает барабаны Берет телепорт Улетает к себе На базу Муши Уже купил Сакрид Релик И Остается Всего ничего Тут менее тысячи Муши остается До покупки Рапиры Старается Отдают Своему мидеру Пространство Пытаются По максимуму Дать фарм Драгонайт Ух я чувствую Накричусь Когда ДК начнет С рапирой Налево Направо Крошить Да Кайф Игра Конечно Просто Чудесная Чудесная 55 минут Уже сыгранная Но я все так же Не ставил бы Сейчас ни на одну Из команд Потому что Потенциально Непонятно Кто здесь В итоге Останется Победителем Смог Смог выход От команды Минески Тимс проверяет Где кто может быть Еще и невидимость Забирает себе Муши И сейчас Муши С инвизом Может Неприятностью Стать Для Тинси Если бы они пошли дальше Там на пака Ну все понятно Стало Ну не будет Соло там ходить Никто из игроков 57 минута На карте Чуть дикий Что ли Вообще В соло Ходить Извините Драгонайт В невидимости Сентри вард Под ногами У ДК Так что он знает Что нет детекшена По нему Еще один центряк Поставили Минески Пока Гуляли здесь ДК Есть стан Под думу Ой ДК Ловит сразу же Хекс ДК не успевает Включить Блэкинг Бар ДК надо валить Отсюда На нем дум Его просто надо Спасать Ему надо валить Он уходит В Сильвер Эдж Благо успел Хотя бы это сделать Сейчас дум Все еще на нем Пак должен успевать Уйти Никого не потеряли Забрали только Леона Минески Тут было бы очень печально Если бы ДК Потерял рапиру На ровном месте А в итоге В итоге Муши не нажал БКБ Муши не погиб Что прекрасно Не потерял рапиру Но у него есть Рапира У него большущая скорость Атаки За счет Мьолнира Ну и ДК Пока смотрится нормально ДК просто ждет Кто там на передовой Чтобы выдать стан Выдает стан По Тимсу Старается забрать его Блэкинг Бар Драгонайт Второй Дум на него С приездом Рефрешер Шард Несчастный Дум Который Очень часто отлетал В итоге у нас Просто затыкает ДК И ДК ничего не может сделать Ему надо отходить назад Ну и ДК даже не может Толком воевать Регенерация конечно Неплохая у этого персонажа Но не очень удобно ДК Делать это в Думе Заканчивается форма ДК Это все переживает Команда ТНС Да они потеряли много здоровья Но все игроки Все герои живы Ну и Не получилось Не получилось вот так Наскоком действовать Команде Минески Да безусловно Они защитили Свою сторону Это неплохо У них нет еще Мега крипов пока Они байбекнулись На фе Тут минус 647 монет Но это не критично А вот и рефрешер Орб Приобретает себе Дум Шард был съеден В прошлой драке Здесь он понял Что два Дума Имеет на драку Против ДК Да почему бы и нет Ну и вот он Дум на ДК И тут я думаю Роман Лепехин Если смотрит То привет тебе Рома Заходи быстрее На трансляцию И здесь Это реально работает Это реально работает Ты просто Затыкаешь ДК И он не может Нажать Блэкинг Бар Он не может Уйти в невидимость У него не работает Хьюрикен Пайк Ну то есть Это просто Ультра хорошо Сейчас за счет Своих способностей Не за счет Своих способностей Вру За счет своих артефактов Которыми Драгонайт Себе вариативность На драке повышал И тебе пожалуйста Манн Сити Тебе в невидимость Уходить Блэкинг Бар Понятное дело То есть Это все Превращается В пепел и труху И если не забирать Дума сразу Дум должен Затыкать ДК И все И просто Наплевать на этого Пака На самом деле Да Это Хекс Конечно вещь неприятная Или два Дрим Койла Тоже вещь неприятная Ну Дума Извините Два Дума Так что можно И Пака И Драгонайта Выключить в этой драке А Лондруид Ну как то Я думаю С ним справятся Лондруид Не так страшно Смотрится уже сейчас Тинни его не боится Гирокоптер его не боится Гирокоптер Нулифайр Решил приобрести Это вам пожалуйста Еще один Дум Дикость Какая-то дикость Так ладно Я хочу посмотреть Золотишко У нас Кто Мультимиллионер Тинни 36 Тысяч 34 Гирокоптер Ну у гирокоптера 8 на руках Поэтому Я смотрю Просто партефактам Гирокоптер Не так хорошо Как тинни Смотрится Тинни Хранит Да и уйти Не 8к Ну Все Пусть им 300 Утинника Муншарт уже съеден А что гирокоптер Кстати Муншарт кушал Нет Муншарт еще не ел Гирокоптер Все разница В 4000 Здесь есть Запрыгивает Дум Запрыгивает Сразу Шивасгард Успевает Ниджа Буги Выдать Трек Ну и успевает Фея использовать Террорайз Это немного Отгоняет команду Так а хоть Какой-то урон Вносит Что там по Думу В ком Дум Пока ни в ком Дум ничего не использовал Дума есть Блэкинг Бар У него есть Рефрешер Орб Ну готовы Принимать драку Но куку потеряли Куку потеряли На ровном месте Медведь Грызет в это время Тимса И Тимса съедает И Тимса Отправляется в таверну Дум использует БКБ Только чтобы Фея его не зацепила Пак Будет ли гнаться дальше Дам 5 секундный БКБ Есть Дримкод Отпака Есть разрыв связи Еще 4 несчастные секундочки До отката Сайта в Вайс Можно было попробовать Забрать Дума Но тяжело это было сделать В итоге Пак погиб В прошлой драке Он просто Байбэкнулся И нет Двух саппортов У Ти Энси Чем это Чревато По сути Ничем Потому что Ну если Тимс Еще кое-как полезен То Леон Я не знаю Что Леон В последнее время делает Кроме ставок на спорт Ну короче говоря Леон Очень мягкий И очень больно Во всех этих драках Смотреть на него Примерно такой же Как Нинджа Буги Если посмотреть на Нетворс Тут вообще Проседает люто 9 тысяч За 60 минут Но это вообще Не показатели Извините Ну что Состояние байбэков Смотрим Есть у Гирокоптера И Есть У Тини Так что Тинси в безопасности Но Сторону могут Потерять Тинси не хотят Видимо драться 3 в 5 Это неудобно Ну и этим пользуются Этим пользуются Минески Ну извините Этим можно пользоваться И дальше Медведь Вот БКБ Начинает грезть В следующую сторону Т3 вышка падает А вы все так же Не хотите драться Без Тимза и ку-ку Я понимаю Ваше Нежелание Прекрасный Медведь Сэвэдж Рор Поближе к себе Ближе к родителям Лондруид Напомним У него еще один Мишка есть Есть Хекс Также по Думу Дума пытаются Остановить Сэвэдж Рор Имеется Грызут просто Просто грызут Дума Дум Корни на него Срабатывают Но выживает Он прыгает ДК ДК ловит Хекс Ку-ку тут как тот Зацепили Драгонайт А тот БКБ Успевает включить И начинает Расстреливать ДК всех Налево и направо Правда ДК в Думе Надо максимум Дэмэджа внести Перед смертью Удается это сделать Выпадает Рапира Но Кроме того Как забрать Дума Не смогли ничего Сделать Минески Выживают Главные герои Выживает Так Кто там Кстати Рапиру Зацепил Тини Нет Гирокоптер Гирокоптер Кто бы Если Не он За гирокоптера Купили ему Рапиру Он доволен Все хорошо Денег тратить Не приходится 10500 У гирокоптера Он еще не ел Муншард Но я думаю Можно на самом деле Пойти скушать Муншард По дороге Но не хотят Тратить заветные Секундочки Потому что Четырех персонажей Нет Четыре в таверне И Только лондруид На карте Да и тоже без Байбака лондруид Ну и мы видим Что происходит Я думаю Это ГГ Тут без шансов Да Пишет ГГ Понимает Что с такой скоростью Трон еще никогда Не падал И Просто не успеть Команде Минески 64 минуты ТНС Побеждают На первой карте Вот это полуфинальчик Я правда Я очень Как бы не то что удивлен Как-то обижен В целом На обстоятельства И на вот Жеребьевку Которая произошла И команда ТНС И команда Минески Безусловно Мне очень нравится И то что они попали Друг на друга В полуфинале Ну понятно Слот один В любом случае На СЛА Лик Инвитейшн Кто-то в любом случае Отлетал бы Либо ТНС Либо Минески Либо Фнатик Либо Бумайди Всех перечислю Поэтому конечно Кого-то мы все равно Потеряли Просто Хотелось больше Насладиться бы Игрой этих команд По турниру И в частности Увидеть их В финале Ну окей У нас такой маленький Финал будет сегодня Напомню да друзья Что это полуфинал Победитель выходит На команду Фнатик И они будут решать Кто же едет На турик В итоге Едет на Лан Который в апреле Уже будет И это ведь Все будет сегодня Вам не надо Далеко уходить По одной простой причине Сейчас я ставлю На паузу Возможно Стригм упадет Возможно Я надеюсь Его запустит Мой коллега Роман Каспер Лепехин Со всеми Дополнительными Плюшками Время у него было На это дело И мы вернемся В эфир С продолжением Полуфинала А после этого Сразу после этого Фолубай По идее Должен быть Финал Так что Сегодня мы уже узнаем Кто Первый участник Ланфинала И участник Наверное Единственный От Юго-Восточной Азии Субтитры сделал DimaTorzok